Всем привет! Вы на канале Покашеварим, и это воскресное обзорище, неспроста я сегодня в машине. Я вам уже несколько недель подряд обещаю переобзор, причем переобзор первого места. У нас на первом месте Алло Пицца, точнее там три одинаковых рейтинга у нескольких доставок. Алло Пицца давно мы снимали, еще по старой системе рейтинга, сегодня сделаем перетест, но ко мне они не возят, они отказались ко мне везти категорически из-за зоны. Красавчики, молодцы, что так делают, потому что они обещают доставку за 35 минут, мы сейчас находимся не очень далеко от них, поедем к какому-нибудь магазину, все это закажем, вот, как говорится, выйдет мальчик, вынесет танк и всякое такое, и привезут на Малу Пиццу. Несколько новинок заказал, на этот раз я решил заказать большие пиццы, в отличие от прошлого обзора, который был еще в 2018 году. Посмотрим, насколько это отличается, и новинки, естественно, 4 сыра я заказал, еще несколько там всяких вариантиков. 5550 рублей, блин, я на заказ, конечно, обожраться. Адрес куда-нибудь не очень далеко от них, чтобы... Ленинградское шоссе 112 дробь. Едем из другого района, заберем в азбуке вкуса. Спасибо за заказ. 14.03, заказ убежал, Калу Пицца, и мы отправляемся на место. Нам туда ехать минут 15. Маршрут построен. 17. 5 метров. 7 километров. Погнал. Здравствуйте, это Калу Пицца, они все по поводу онлайн-заказа. Да, здрасте. У азбуки вкуса заберем, там есть комментарии от нас? Ага, да, да, я оставлю комментарии. Ага, хорошо. Ну, я думаю, минут 45 где-то вот так. Ну, хорошо, да, нам как раз тоже доехать минут 20. Вы успеете так, да? Да, да, мы минут через 20 на месте будем уже. А, ну все, тогда хорошо. Да, спасибо. До свидания. Да, всего доброго и вам. Так, это приятно, прилично и добродушно. И такой акцент хороший, мне нравится очень. Почему-то вот кавказские акценты, они какие-то, знаешь, такие вот, какие-то теплые что ли. Как будто бабушка бабагануш готовит. Бабагануш. Очень-очень приятно. Нам они привезли чуть-чуть больше, чем обещали. 55 минут с момента заказа, с момента подтверждения звонка. Хотя позвонили они сразу же. Пицца горячая, то есть я с собой пирометра не брал, но я вам отвечаю, что она горячая. Давай прям сразу я вот здесь, я вообще, честно говоря, голодный. Я прям сразу и попробую одну пиццу. Это новая пицца барбекю, чё, а остальное мы уже дома попробуем, да? Не люблю я барбекю. Ладно, погнали. Бабические новости от Cheesecake.ru. Вне зависимости от того, какой будет обзор на Аллу Пицца. Но настроение мое будет хорошее, потому что в этом месяце Cheesecake.ru вместе с каналом Покашеварим также дарит скидосы и подарки. При заказе от 1990 рублей вы получите скидку 40% по промокоду Покашеварим11. И вот такой вот чизкейк. А вы ждали, небось, да? Малиновые тарталетки, всё вот это стандартное. Ребят, на этот раз малиновый чизкейк в подарок вам будет. Это новая штука, я такую не пробовал. Малина и чизкейк в одном флаконе. Огонь, ребят. А среди тех, кто закажет на сумму от 2 990 рублей и получит заказ до 1 декабря, будет вот чё. Разыгран iPhone Red! Вообще, я вам в целом советую следить за сайтом Cheesecake.ru, например, потому что вот 18-го, 11-го, да, будет пресейл у нас со скидкой 55% на всё подряд. Потому что чёрная пятница. День холостяка. Вот поэтому, если бы я вам не сказал, вы бы и не знали, правильно? Куча ништяков сегодня. Поэтому на сайт Cheesecake.ru заглядывайте, вообще заказывайте вкусняшки. Вот этот малиновый чизкейк я буду пробовать. У меня в Инстаграме, я его попробую, скажу своё мнение, кстати, заходите там в сторис. Я прямо сейчас буду пробовать его. Ну вот. Всё вы поняли, ребят. Ссылочка на Cheesecake.ru в описании. Переходите, заказывайте, ништяки свои получайте. И вообще кайфуете. А сладости, вкусности и сладости от Cheesecake.ru. Всё. Алло, пицца. Значит, какие изменения на первый взгляд, прям совсем на первый беглый взгляд в сравнении с обзором 2018 года? Это повышение цен. Я не против повышения цен, тем более я прекрасно понимаю и осознаю, и более того знаю, что сырьё, оно дорожает. И в конце концов мы живём не в самом стабильном государстве, в котором можно говорить о нулевом или около нулевом уровне инфляции. Поэтому повышение цен это нормально. В случае с Алло Пицца повышение цен за это время, где-то там полтора года, произошло где-то на 7-10%. Ну, может быть, где-то меньше, где-то, наверное, больше. Я не сравнивал все абсолютно пиццы. Ну, вот, к примеру, да, большая пицца 4 сыра была 675 рублей, стала 715. Точнее, это была средняя. А большая 795 рублей стоила и 855 рублей стала стоить. Сочный бургер 795 рублей стоила, 835 рублей стала стоить. И мне ещё понравилось, что они убрали пиццу Куршавель, так называемую, которая мне в прошлом обзоре не зашла. Я уверен, что это со мной никак не связано, просто она тогда была новинкой, новинка не пошла, не понравилось людям, они убрали и правильно сделали. Пицца была вроде бы так себе. Ладно, ну у нас тут тоже есть новинки, судьбу мы их будем решать сейчас прям. Смотри, всё очень соответственно, жёлтенький такой, фон сзади, обзорище жёлтенькое, всё, мы с ним в одной цветовой гамме. Так, смотри, коробки заклеены. Ай ты, боже мой, и сразу прям пицца, та, с которой надо начинать, это пицца 4 сыра. Большие пиццы выглядят, в общем-то, тоже наполнено. 36 сантиметров стоит такая пицца 900, нет, подожди, 855 рублей, да, 855 рублей. 920 граммов должна весить такая пиццулечка. Как всегда, мы включаем наши неудобные весы. Так, Диман, стакан и тарелка, тут вообще от этого никак. Нам надо вообще взвесить, кстати, коробку, блин. Так будет проще, я сейчас взвешу коробку, подожди, сейчас, смотри. И буду в коробках взвешивать, ну его нафиг. Короче, 194 грамм, давай, 200 граммов это упаковка, да? И мы можем пиццу в коробках взвешивать, какого чёрта? Вот, смотри, как удобно, они подкладочку сделали. А, ты боже мой. Пицца 4 сыра, минус 200 граммов. Мы теперь наконец-то знаем, сколько стоят, сколько весят эти коробки. Минус 200 граммов. А, ну, 966, а должна 920. Вообще, всё хорошо по весу у них, здорово. Так, а ложечки, чё же они у нас, о, смотри, они каждую пиццу, кстати, подписали. Причём чёрным маркером, что я даже не заметил, что это. 4 сыра, аккуратный почерк. Ну, а ложки молодцы. Тут мне из изменений, что бросается в глаза, то, что почему-то здесь меньше семалы. То есть, манки вот на этих краях. Тут тесто как будто бы, тесто как будто бы немножко поменялось. Хотя, немножко всё-таки какие-то крупинки манки тут попадают. А мне они, вы знаете, нравятся. Здесь у нас регламентируется моцарелла, пармезан, дорблю, его мы видим. И брынза, кстати, смотри. Тонкая основа и сливочный соус ранч. Пицца хорошо наполнена. Я брался, я вообще, надо брать всегда на стандартном тесте. Ребята, не пытайтесь там вот это вот придумывать на тонком. Всё это вот тонкое тесто вообще не для доставки. Берёте домой, берите поесть. Берите всё на пышном. И Папа Джонс. Кстати, чуть позже я сравню цены. Я сейчас займусь этой табличкой. Сравним цены вообще. Потому что я понимаю, что в голове нет понимания, где всё-таки выгоднее покупать. Возьмём какие-нибудь хорошие доставки из моего же рейтинга. Вот. И сравним их. Так. Ну давай попробуем. Слушай, ощущение, что тесто поменялось. Я ничего не могу с собой поделать. Моё субъективно-объективное мнение, что эта пицца вкусная. Она мне нравится. Есть недостатки. Сейчас скажу серьёзно. Вот прямо вот он мне не даёт покоя по поводу теста. Но что касается начинки, наполненности этой пиццы, этого соуса, решение добавить соус Ренч вниз в качестве... Ну, вместо красного соуса добавить белый соус Ренч. Отличное. Мне кажется, и в прошлом обзоре я то же самое говорил. Это действительно неплохо. Это всё-таки не майонез. Это что-то такое немножко даже чуть-чуть зачесноченный какой-то соус. Такой сливочный какой-то. Это очень вкусно. Это отличается вот от моего классического понимания пиццы 4 сыра. И отличается даже, пожалуй, в лучшую сторону. Это вкусная пицца. Она не сухая по начинке. И начинки достаточно. Но тесто я не могу, серьёзно, не могу себе придумать никакого оправдания, почему у меня ощущение, что это тесто сухое. Прямо вот такая очень тонкая грань в этой пицце, что если немного меньше начинки, то это будет невозможно есть. Ну, она будет сухая. Тесто сухое. Они... Не берусь биться об заклад, но тесто, мне кажется, они поменяли. И если это так, это не очень хорошо. Потому что и тогда были вопросы у меня к тесту. Но по вкусу в итоге всё окей оказалось. Ну ладно, давай по второй пицце мы решим. Короче, 4 сыра годное заказывать можно. Хоть и дороже стало. Так, а вот одна из новинок. Вот, кстати, барбекю. Давай рассмотрим поближе. Я её хоть и сожрал в онлайне. Вот она барбекю пицца. Это из новинок. Так, большая стоит 495 рублей. Кстати, цена адекватная. Вот эти новинки, они все почему-то до 600 рублей. У них вот здесь вот пепперони лайт, маргарита ранч, ветчина и грибы. И барбекю фит. 495 рублей. 830 граммов. Я откусил. Не знаю, сколько весит мой укус. Но даже минус мой укус должно примерно соблюдаться. Вместе с коробкой. Кило, смотри. Кило 75. Минус 200 грамм коробка. То есть, вообще всё хорошо по весу. С этой пиццей. Даже минус мой. А у меня щёки большие, знаете. У меня укусы такие, что могло пострадать тут. Громовка. Почему называется фит? Ну, видимо, потому что здесь куриное филе. Вот здесь вот куриное филе. И здесь барбекю. И вот всё. Короче, давай я вот этот кусок свой ещё раз надкушу. Слушай, ну, это всё-таки сухая мятка. Я что-то боюсь, что мы придём с неутешительным выводом в этом переобзоре Алло Пицца. Потому что тесто, может быть, и не поменялось. Но, возможно, за эти полтора года я пробовал другие пиццы, где тесто было лучше. И здесь оно мне не заходит. Тесто пересушено. Ну, возможно, само тесто, рецептура его такая, что, наверное, может быть, его и нельзя сделать сухим. И оно такое ближе к пирожковому. Дальше от пиццного вкусного теста. Чёрт, ну подожди. Подожди, надо разбираться. Вот пицца, например, кантри. По-моему, мы её тоже не пробовали, да? Мы сейчас перейдём к закускам. А, пицца... О, со шпинатом. Я, блин, увидел, я не мог просто... Не мог не среагировать. Пицца кантри. 775 рублей стоит такая пицца. Тут у нас шпинат. Ну, мы видим, тут много зелени, да? Сливочный соус, видимо, по аналогии с Ренчем. Куриное филе. Видим куриное филе. Причём, посмотри, а что оно такое вот розовое? Давай поближе попробуем, показай. Будто бы оно не очень-то и доготовилось. Вот такого цвета куриное филе. Что ему бы ещё минутку бы позапекаться. Ну, ладно, рискнём. Петрушка, чеснок. Видимо, вот эти вот вкрапления зелёные, помимо шпината. Это как раз есть петрушка с чесноком. Вот это всё перемолотое. Оливковое масло. Возможно, возможно, сверху всё полито. И шампиньоны. Шампиньоны тоже есть. Немного, но как бы попадаются, встречаются. Пицца большая. Пицца килограмм 10 весит. 775 рублей стоит. На серединку надо, да? И ловить центр тяжести. Килограмм 82 грамма. Всё соблюдено. Пицца кантри. Ну, давай попробуем. Слушай, всё-таки тесто. Вот реально, Дим, давай поближе немножко посмотрим. И, я не знаю, вырезку даже с прошлого обзора вставим по поводу того, как выглядело тесто там и как оно выглядит здесь. Ну, вообще, красотка. То есть, вот здесь вот круто, что здесь, да, вот этот вот сыр. По тесту, ребят, опять-таки, я не хочу придираться, но вот эта пицца сделана ровно так же, как и предыдущие. Они одновременно вышли из печи. Но видно, что тесто, оно такое вот, достаточно плотное. Оно хоть и традиционное пышное, как они называют, но тесто плотненькое. Плотненькое такое, видите, маленькие-маленькие пузырики. Да, просто неинтересные вот эти вот края без каких-либо крупинок. Манки то же самое снизу, да. Есть какие-то лёгкие намёки. Ну, слушай, тесто поменялось. Я понимаю, что манка, она используется, ну, не только внутри теста, как старый грек завещал, да. Но ещё и для раскатки, то есть, вот всё, что вот здесь вот снаружи, это не из-за того, что тесто замесили с манкой, из-за того, что раскатывали тесто, ну, присыпая стол этой сэмолой, да. Вот. Но, тем не менее, явно уменьшено количество используемой манки. Хрен знает, чё, чё, чё об этом думать. Давай попробуем. Не очень сильно солёная брынза, то есть, такая, мы немножко, конечно, с этими вот любители вот мягкости, да, людям всё, видимо, человечество развивается, всё меньше и меньше хочется жевать. Поэтому и брынза становится мягче, всё становится мягче, скоро вообще будем одни пюрешки есть. Ну, нет, сало, пицца вообще, это не прокатит, потому что брынза-то у них мягкая, такая, слабо солёненькая. Зато тесто жёсткое, понял? То есть, вот здесь всё храни, они беспокоятся об эволюции человеческой, чтобы, не дай бог, чтобы зубы всё-таки были, чем пожевать. А пожевать надо, ребят. Пицца из-за того, что здесь начинки довольно много, и шпинат, он сам по себе довольно влажный, это же трава какие-то, не крути. Она чуть более приятное ощущение, вот, вживание создаётся. Но вот это тесто, оно всё-таки не ахти. Вало пицца не ахти тесто. Это грустно, это грустно, я потому что не ожидал. Вот ещё, кстати, одна новинка, новинка, ветчина, ветчина и грибы. И опять шпинат, да, или что это? Да, это новинка, слушай, 555 рублей стоит. 850 грамм весит нежная пицца с ветчиной, шампиньонами и сыром моцарелла на сливочном соусе со шпинатом. Это тоже пицца со шпинатом, то есть они, что-то видишь, блин, прям хотят мою душу купить, потому что я шпинат люблю. Давай взвесим. Ну, нормально, нормально, тоже тут даже не перевес небольшой, как 100 граммов перевес, кстати, как небольшой. На 10% больше начинки, чем положено. Вот такая вот пиццуля, смотри, тут ветчинка, да. Причём такая, ну, явно неплохая какая-то ветчинка. Много, опять-таки, зелени, вообще, когда зелень в еде, это очень красиво. Хорошо под запечённый сырок, грибочки, вот они, тут в таком, в крупном формате грибы попадаются, прям такие большие, большие кусочки шампиньонов. Ну, почему-то оно очень похоже на предыдущее, ну, так-то в целом. Да, тут нет брынзы, но всё равно схожесть есть. Резиновое тесто, вот, резиновое тесто. Понимаешь, оно, вот давай я прям отдельно попробую. Ну, стопудово, я не знаю, вот такого не было. Слушай, не было такой структуры теста, это вот, ну, как хлеб. Просто как батон. Я не верю, что такая большая компания смогла изменить рецепт теста, ухудшив качество в сети. Это очень маловероятно. Ну, блин, ну, одна конкретная, наверное, точка, по франшизе, скорее всего, открытая, наверное, могла принять не очень правильное решение. Ну, не факт. Либо я был, может быть, чуть очарован в прошлый раз вот этой темой, с тем, что вы меня опять-таки накрутили, да, что, о, о, топчик там, алупится, тестирует. Не знаю, что-то меня расстраивает. Это тесто, оно резиновое. То есть, понимаешь, вот я иногда говорю, что клевое тесто, когда эластичное. А эластичное и резиновое, это разные вещи, да. Когда ты жуешь, и у тебя ощущение, что ты как бы шину жуешь от автомобиля, и когда у тебя ощущение, что ты жуешь, например, ну, ну, скажем, слайм, да, он же тоже эластичный. Но понятно, что и то, и другое, конечно, дрянь, блин, какое мерзкое сравнение. Вы поняли, о чем я говорю? Эластичное отличается от резинового. Вот. Все, короче. Вот здесь вот тесто резиновое, в Аллу пицца, где там вот в Папа Джонс в хорошие времена, в Транс пицца в хорошие времена, в Корнели пицца в нашем районе и в Красногорске они есть. Еще где-то мы заказали, Эль Гранде, по-моему, какая-то там тоже пиццерия. Вот там вот тесто эластичное. И вот это вот совершенно две разные вещи. В Аллу, что-то немножко разочарование у меня есть. Походу, я не поставлю сейчас прям высокой оценки за вкус. Хотя надо отдать должное, то есть начинки, вот наполненность, ну, смотри, пепперони, ну, зашибись. Кстати, они в пепперони еще кладут грибочки. Ха-ха, у меня Макс любит пепперони, он говорит, пепперони его не оставьте, а грибы он не любит. Я не знаю, как он с этим будет справляться. В общем, вот такая вот пиццуля. Пепперони 715 рублей. Пикантная классика в мире пицца. Но это действительно классика. Вот. Опять-таки, симпатично выглядит пицца до тех пор, пока я не смотрю и не трогаю вот этот краешек. Понимаешь, вот этот краешек, он просто хлебушек. То есть вот она, вот она резина, понимаешь? Вот из-за этого всего, вот, я так стучу. Я вот так вот стучу, пицца еще теплая, но оно стучится, оно не должно стучаться, оно нежненькое должно быть, приятное. Здесь такого нет ощущения. Ну, в общем, пеппероники как пеппероники, шампиньоны, опять-таки, как шампиньоны. В целом, начинки положены неплохо. Я зажрался, походу. 980 граммов. 980 граммов должен весить, опять-таки, килограмм. Килограмм 0,6 на 20 граммов перевес. Отличненько. Вот, теперь можно взять и заценить эту пиццу. Ребят, просто камнем. Я... Я не знаю, что сказать. У меня есть разочарование. А то лупиться, возможно, оно тоже преувеличено. Так же, как и очарование, например, в прошлый обзор. Я не исключаю. Но, когда, конечно, ты снимаешь обзор на пиццерию, которая занимает первое место, у тебя же в рейтинге, ты такой думаешь, а что такого было? Что такого было, что оно вот здесь? Я понимаю прекрасно, что у них все хорошо с сервисом. У них прекрасный сайт, который, кстати, тоже изменился. И дизайн там фотографий изменился. Изменился, и раньше был хороший, и сейчас удобный, хороший сайт. Все, вопросов нет. И сервис хороший, то есть, они привезли быстро. В прошлый раз, в этот раз, кстати, задержались. Тоже звоночек. Но это будни, и это середина дня. Это вообще еще нахрен никому пицца не нужна. Но тогда с этим все было very good. И по поводу вкуса, ну... Я не могу сказать, что плохая пицца. Нет, она... Ну, то есть, вы даже, наверное, смотрите и думаете, ну ты оборзел вообще, Кашевар. Ну, что ты творишь, а? Ну, выглядит же хорошо. Да. Да, выглядит она хорошо. Она выглядит лучше, чем по вкусу. Вот в данный момент, сегодня 5 ноября, вот 5 ноября, пицца, которая на речном вокзале, пиццерия, сделала пиццу сухой. Положили начинки как надо, тесто как надо, но пицца сухая. Возможно, проблема в технологии, может быть, она слишком долго едет. Но я думаю, что проблема просто в рецептуре теста, скорее всего, изменилось оно. А если оно не изменилось, значит, я был неправ в прошлый раз. Сейчас корректирую свое мнение. Пицца, теста нет. Кстати, кто хочет посмотреть предыдущий обзор и, в том числе, и мне накидать, где я сам себе противоречу или еще что-то, ссылочка вот будет здесь. Смотрите, изучайте, пишите какие-нибудь тайминги, там, выводите на чистую воду. Я шучу, конечно, но на самом деле за полтора-два года там и вкусы могут поменяться, и мнение может поменяться. И все-таки я человек, я вам не робот, я не профессиональный обзорщик, не какой-то дегустатор, таких нет институтов, да. Я обычный человек, который подвержен настроению, в том числе вот этой ссаной погоде, которая на улице, да. Возможно, из-за слякоти мне кажется, что что-то не так. Но это мое право, ребят, мой канал. Сори, кому что не нравится, ребят, ну там... Не, вообще, какой, блин, кнопки отписаться нет такой, поняли? Вот так вот. Есть кнопка подписаться только, поэтому подписывайтесь на канал, колокольчик нажимайте. Вот, лайки ставьте. Блин, а дизлайки ставить можно, кстати. В общем, тихо, блин, проехали. Мы с пиццей закончили, я расстроен. Не сильно, но расстроен. А топ-1 я не ожидал, что будет подстава с тестом такая легкая. Вот. Ну, в то же время я иллюзий никаких не питал. Ладно, у нас еще есть закусончики и салат. Вот, кстати, салат они не поменяли. Салат Цезарь стоил 320 рублей. Он и сейчас стоит 320 рублей. Правда, говенький, скорее всего. Но в описании, как и раньше, было написано, что соус на базе анчоуса. Ну, в смысле, с анчоусами. И сейчас написано то же самое. А давай-ка я сейчас попробую найти аромат анчоуса в соусе Цезарь. Вам могло показаться, что стол опустел. А нет, вот смотрите, опять у нас стол полный, все нормально. Просто у нас там оно лежало, ждало, ждало своей очереди. Так, крылышки, еще что-то. Вот здесь в пакете, смотри, крем-суп. А, крем-суп. Как я помню, что крем-суп был без сухариков. Он продолжает быть без сухариков. Но зато с ложкой. Чув, блин. Сделайте на 5 рублей дороже и сухарики положите. Ну, баночка еще эта пластиковая. Ну, 5 рублей она тоже стоит. Тем более в пиццерии делать сухарики. Вообще, блин, купите 2 батона хлеба, вам на день хватит. Пустите по этому своему противню, там, по конвейеру. Пустите сухарики, блин, и пусть будут сухарики. Чуть такое вообще. Ладно. Ну, вот что, здорово. Это что, у них вот как были вот эти прекрасные, офигенные малиновые компоты. Они так и остались. По 120 рублей. Цены не помню, но вот сам факт наличия этих... Блин, надо к нам, кстати, везти. Сколько они хранятся? Блин, ну с сахаром должно храниться 30 дней. Ее упало. То есть, ну, компот, ну шо, 360 дней. Видишь, огонь. Вот эти компоты очень вкусные. К ним вообще вопросов никаких. Так, тут еще салат какие-то. Тут нам еще соус дали. Смотри, вот столько салфеток. Так, уже середина обзора, да, я такой только добрался до салфеток. Так, и реклама. Закажи пиццу с доставкой. Вот я так и сделал вообще-то. Я вообще-то так и поступил. Очень здорово. Смотри, как они клеят всю информацию о блюдах. То есть, здесь у нас вес. ООО Пицца в Ховрино, кстати. Вот эта компания. То есть, это, наверное, не Алло Пицца. Скорее всего, это франшизная точка. Зеленый салат. БЖУ. Срок хранения 6 часов при температуре плюс 2, плюс 6. Дата, время изготовления на чеке. Ну, то есть, когда... Знаешь, иногда лучше ничего не писать, чем писать такие вещи, которые, очевидно, неправильные. Ну, мы же понимаем с вами, что салат приготовлен не тогда, когда пробили чек. Вы же это понимаете, да? Что его приготовили раньше этого времени, поэтому чуть-чуть некорректно. Но, с другой стороны, они тут пишут время хранения 6 часов. То есть, ну, с запасом. На самом деле, с запасом, потому что вот заправленный салат 12 часов хранится. Наличие вообще такой информации, это, ну, по умолчанию лайк. Ало, пицца серьезная, ребята. Ёлки-палки. Так. Напитки теплые. 18 типа того. Даже 22. 22 градуса. Один напиток. И 16 градусов второй. Кстати, вот этот прям лежал, видимо, в холодильнике. И чуть-чуть поднагрелся, пока мы доставляли. Второй, видимо, лежал где-то там на складе прохладненьком. Вот. Ладно. Давай мы пока отложим салатики, супчики. Потому что они хоть немножко еще теплые, а те холодные. Попробуем закуски. И закусок. Я заказал себе. А, люля-кебаб. Вы прикиньте, в пиццерии есть люля-кебаб. Я вообще, кстати, слышал, что Ало Пицца стали роллы делать. Я думаю, хочу роллы попробовать, что там они делать. Я не думаю, что там все хорошо. Но, тем не менее, роллов у них не оказалось. Вот. Именно в этой пиццерии. Крылышки. Люля-кебабушки. 7 штук крыльев стоит 350 рублей. Можно там, по-моему, 15 выбрать. И нам дали кисло-сладкий соус. Смотри, тоже фирменный. Все по красоте. Кебаб тоже с соусом. А-ля аджик. Оно, скорее всего, это соус для пиццы обычный. Может быть, с зеленью. Прожаренные до румяной корочки. Ну, уже, конечно, все это как бы в конденсате. Вот здесь вот прям видно на фольге конденсат. Да, конечно же, это уже никакой румяности. Ничего такого здесь не будет. Пожаренный, скорее всего, на обычной... Ну, на обычной поверхности рабочей. Вот. Лучок. Ну, вообще, вот как-то так. Ничего плохого, ничего хорошего. Давай соус. Прям будем макать, наверное. О, соус прикольный. Выглядит симпатично. Такой гладенький, текстурный. Производит соус ООО «Русская бакалейная компания». Прикольно, дай. Я его отдельно попробую. Такой прикольный, симпатичный соус. Так, ну и крылышко. То, что не залито оно сразу соусом, это, наверное, очень хорошо. Потому что есть шанс еще, что это все хрустященько. Мамма миа, осталось это, блин. Ребята, в кои-то веки пиццерия, где вот эти всякие крылышки и прочее, это является второстепенным продуктом, сделали нормальные несухие крылья. Нормальный такой клярчик, все это во фритюре сделано, быстренько. Абсолютно сочные, хорошие крылья. Никаких нареканий. Кисло-сладкий, кстати, соус. Соус-то не острый, а вот крылышки немножко островатые. А-ля KFC такие, только не KFC, потому что нет вот этой вот панировки такой прям жесткой. Тут кляр есть, а панировки как бы и не особо. Честно, вот как бы за 350 рублей, ну, дорого для крыльев. Крылья это вообще дешманская штука, я бы никогда в магазинах и не брал, разве что вот в специализированных местах. Давайте уже доедем до Баффало, спешите сколько там, давай, там, 50 тысяч лайков и едем снимать Баффало. Завтра же прям, вот, 50 тысяч лайков, если наберем, сниму Баффало, потому что я и сам хочу, честно говоря, даже если не наберем, тоже сниму. Я, правда, вам еще бизнес-ланч у Баста обещал, тоже сделает. Люляшка из барашка, вот, смотри, маринованный лучок. На самом деле, смотри, это пиццерия, да? Я вот до сих пор вспоминаю, вот как я злился. У нас когда-то был топовый номер один, это павлин-мовлин. Потом мы пересняли обзор. Черт, и опять-таки, это вот та тема, что, видимо, ну, есть очарование, а потом происходит разочарование, когда ты более вдумчиво, с другими эмоциями, возможно, подходишь к обзору. И там прям тоже, ну, то есть, вот дают тебе шашлык, например. Вот ты заказал шашлык, и тебе дают на шашлык, короче. Без какой-либо, там, идеи подать соус, огурчик, там. А это пиццерия, понимаешь, это вообще не их специализация. Даже они кладут маринованный лучок и соус. Шикарный маринованный лучок. Давай люляшку сейчас сниму. Ну, люляшка уже такая маленькая, конечно, ну, как бы, во-первых, остывшая. И она, очевидно, и не была никогда очень уж мягкой и сочной. Эть, даже вилка вот эта стрёмненькая не справляется. Давай вместе с соусом попробуем. Не, какой-нибудь дядя Анзор шашлычник где-нибудь в Сочи. Да Саня кебаб тот же. Сказал бы мне, Виталя, давай лучше я к тебе приеду и еще раз сделаю тебе вкусный кебаб. Кебаб тоже не зачет, 440 рублей. Это, пожалуй, за гранью, брать не стоит. Он не то, что плохой, он просто никакой. То есть, это не совсем кебаб, понимаешь. Он невкусный и все. Что я могу сказать? В отличие от... Ой, блин. Лучшие компоты. Ребят, домашний компот. Да, еще раз прорекламирую. О, комплект Тор. Кто бы вы ни были, правильно, начал. Вы красавчики. Вот эти компоты, увидите, покупайте. Малиновые чудесные. А когда допиваешь, допиваешь вот эту жирку, вот до этих вот малиновых, малиновых косточек в мякоти, да, и ты их пьешь, это вообще кайф. Это просто офигенно. Шикарный компот. Шикарный компот. Ну, конечно, дорого. 20 рублей дорого. Они так стоят в закупке. Я не знаю, сколько они стоят даже. Надо посмотреть. Но компоты топовые. То есть, уже давай к салатам. Уже я понял, что горячие закуски, несмотря на то, что крылья это сделано, в принципе, годно-годно. Молодцы, не упороли. В целом, горячие закуски в таких местах вот не надо. Так, салат. Салат детский называется. О, вспомнил. Там что-то детский салат. Почему он детский? Непонятно. Там как минимум внутри грибы. И это не очень-то по-детски. Не по-детски так, грибы. Крем-суп из шампиков и салат. Будь он не ладен, цезарь. Ну-ка. Не. Это запах сыра. Я подумал, что запах ханчоусов чувствует. Так, ладно. Два супчика. Два супчика и два салатика у нас осталось. По 250 граммов. Супы 263. Слушай, наверное, легкий недовес, потому что по ложечке больше 3. 12 граммов весит. 265. 260 рублей стоит тут супчик. Ну смотри, ну тут есть, конечно, лапша, курица. Да, ну опять-таки, смотри, тут даже видно по бульону, что, я не знаю. Но он сварен на куриных грудках, как ни крути. То есть они, видимо, отваривают куриные грудки. Их же туда в суп потом добавляют. И вот такой бульончик. То есть он, ну он не впечатляющий вообще. Бульончик слабенький. Вообще слабенький. То есть абсолютно такой недомашний вариант лапшички. На мой взгляд, не должен он столько стоить. Слабый бульон, куриная грудка, лапша. Блин, дешевый суп. Ладно, давай шампики попробуем. Крем-суп из шампиньонов. Это еще... Ну такой он, ну слушай, конечно, немножко расслаивается на воду и вот эти кусочки, да. Ну, тем не менее, густой. Куриный бульон. Тот же, видимо. Ну, он и не играет ключевой роли, конечно, в суп-крем-шампиньонов. Нормальный, обычный крем-суп из шампиньонов, который 100-500 раз делают разные заведения. Те заведения, которые не знают, как готовить крем-суп, как в шоколаднице. Я знаю, что шоколадница это вообще не талон кухни. Но почему-то салат «Цезарь» у них самый вкусный для меня. Крем-суп из шампиньонов у них самый вкусный для меня. И ни салат «Цезарь», ни крем-суп из шампиньонов я не пробовал такие вкусные, как в шоколаднице. Продался, ничего не могу поделать. Вот так вот продался за вкусную еду. Иногда и такое бывает, представляете? Ух, что эти продажные блогеры. Так, ладно, детский салат. У них, смотрите, сайт немножко так, ну, тут с косячками, да, если на телефоне его открываешь, тут немножко вылезает за границы. Но в целом сайт прикольно оптимизирован. Похож даже чем-то на приложение. И вот, что мне понравилось. То есть ты, чтобы выбрать категорию, нажимаешь вот здесь вот на такой баннер с пиццей и выбираешь, например, вот что нам сейчас надо салат посмотреть, сколько стоит. А, салат датский, детский, блин, я тебе... Уже где-то такое было, да? Салат датский. Так, что у нас тут? Тут какая-то ветчина. Я вижу ветчина, хотя в составе написано, что там должно быть куриное филе. А тут явно не куриная ветчина. Маринованные, смотри-ка, грибы. Маринованные огурчики. Да, мне понравится этот салат. И мазик, блин, что может быть плохого у него? Единственное, вот куриное филе, я не пойму, вот. Да, куриное филе, ветчина. Чего я туплю-то? Куриное филе, ветчина в составе. Куриное филе есть, ветчина есть. Маринованные всякие штуки есть. И мазик. С днем святого майонеза. Кстати, вас я забыл поздравить. С днем святого майонеза всех, дорогие друзья. Вот. Он именно сегодня, а еще вчера и завтра. Не могу ни слова сказать плохого про этот салат. Очень похожий салат Алекс, который мы делали. Но Алекс повкуснее будет. Вот, потому что там тоже грибочки, но там шампиньоны маринованные, тут вот эти опята. В целом очень похожий салат, идейно кисленький, такой хороший. Мне такие салаты нравятся. И майонез. Если есть где-то майонез, он всегда все сделает лучше. Ребята, на самом деле, я не такой долбанутый. Нет, я не прям фанат майонеза. Чтобы вы не подумали. Но пускай это будет как мемасик, что покашеварим майонезный король. Так, а здесь у нас салат Цезарь. Давай сразу я прям сейчас. Сыро прикольный. Блин, уже все. Я смирился с тем, что у нас нет пармезана. У вас нет. Не будет вашего итальянского сыра, как когда-то великий молочник говорил. Они говорят, ну зачем мне покупать вашу моцареллу, когда могу его итальянскую купить? Зачем зачем? Потому что его не будет, вашего итальянского сыра. У меня-то лежит, вон Дима мне из Киева привез. Грана-падана целым, целый кусом, блин. Максимально печальная сухая курица. Ну, то есть это... Почему она вот в таком виде, непонятно совершенно. И там, конечно же, соус не отдельно, ни хрена. Соус, скорее всего, замешан. Он где-нибудь там внизу. А вон он, да, там где-то внизу. Ой, не добраться до него. Особенно этой вилкой, потому что она вот, смотри, она сейчас так пружинит тебе в лоб. В общем, все замешано, ребят, все замешано. Сразу давай мы, раз уж замешано, со дна и достанем этот Титаник, блин. Да будь я проклят, блин. Я чувствую запах анчоусов. Там есть анчоусы, сто процентов. Блин, я вот сегодня ехал, мы с Димкой как раз в машине ехали, и я рассуждал на тему фантомных ощущений, да. Ну, как вот если человек лишился какой-то конечности, он может эту конечность чувствовать. Называется фантом... ну, там и боль в ней чувствует. Фантомная боль. То же самое и фантомные, как бы, ощущения. Это касается и запаха, и, наверное, визуальных ощущений тоже. Буквально сегодня мы пробовали соус, где я почувствовал запах кориандра, там его не оказалось. Но у меня в голове представлялось, что в этом соусе должен быть запах кориандра, а его там не было. То есть это фантомные ощущения. Это, конечно, говорит и обо мне, как об абсолютном дилетанте в ароматах, во вкусах. Но, тем не менее, я нашел там запах кориандра не потому, что я хотел сказать про кориандр. Не из-за этого, нет. Я там нашел запах кориандра, потому что он реально мне показался. Когда мне сказали, что там нет кориандра, я перенюхал. Твою мать, там нет кориандра. И вот здесь то же самое, может быть... Нет, тут есть запах анчоусов, и все. Это нет, это не фантомный запах. Тысячу чертей. Там действительно есть вкус балтийской кельки. Нет, мне не то, чтобы я в восторге от этого салата. Все-таки, я говорю, вот эти салаты... Сухое филе, блин. Салаты, закуски горячие в таких местах, как пиццерии, это очень второстепенная история. Но, несмотря на это, например, у нас сегодня был хороший пример неплохо приготовленных кориандр. Это, пожалуй, хороший пример неплохо приготовленного салата цезарь для пиццерии. У меня нет ощущения, что здесь просто бахнули какой-нибудь там соус Хайнс готовый. Я не знаю, готовили ли они сами этот соус, но определенно, если вы очень хотите куриный салатик, который будет чем-то похож на вкусный цезарь, у них можно взять. Он стоит 320 рублей, он столько же и стоил. 320 рублей можно взять. Цена, конечно, высокая, но, тем не менее, этот салат цезарь не самый плохой из тех салатов, которые я пробовал в доставках. Но и, конечно, это не салат из шоколадницы. Не всякий, сомнений. Ну и сейчас получается, так уж сложилось, что, в принципе, обзор-то мы досняли. Абсолютно точно мы сегодня, точнее, алло-пиццы сегодня не наработали на первое место, но в то же время они и не скатились в дно. То есть не было сегодня ничего такого, чем я прям шокирую. Типа, о, нифига себе, там было так, а стало так. Нет, такого нет. Это стабильная, нормальная, большая компания, которая не позволяет себе сильно косячить. Но тесто жопное, я не могу отделаться от ощущения, что это абсолютно нет. Это не связано с тем, что у меня там что-то не то с настроением. Нет, просто действительно сухое тесто. В общем, все, я перестаю нудеть, вы, в принципе, по обзору все поняли. Но с первого места алло-пицца, пожалуй, съедет, учитывая, что мы еще и новую систему баллов к ним применим. Давай, давай, выставляем оценки. Я вам обещал сравнение пиццерий, блин. Черт подери, давай, перед оценками, вот здесь вот, прям вы уже видите сейчас табличку, сравнение пиццерий. Я вот взял алло-пицца, папа-джонс, додо-пицца и транс-пицца. На мой взгляд, ну так, по ощущениям, это одни из самых лучших, наверное, популярных пиццерий, которые, ну, которые, по крайней мере, я пользуюсь. Вот я бы еще сюда доминос добавил, но доминос уже давно у меня слетел в моем личном рейтинге, я их не заказываю. Вот смотри, что у нас получается. Что у нас самые, значит, офигевшие? Это у нас додо-пицца, у них самые высокие цены за их граммы. Самые адекватные, а можно сказать, самые дешевые, это транс-пицца. А у них было неплохое качество. Папа-джонс, видите, да, ну просто вот тупо вы видите, вот красненького в Папа-джонсе две штуки, в Додо-пицце две штуки красненького, да. А в алло-пицце красненького нет, и как бы ни одно зелененькое есть, поэтому это говорит о том, что алло-пицца, ну, по идее, вот исходя из цены и веса, да, то есть, ну, сытности, назовем это так, в принципе, они нормальные. То есть, транс-пицца, вот, получается, что у нас самые четенькие, а алло-пицца, ну, чуть похуже, чуть подороже, там, поменьше граммов, но, как бы, получше немножко. Папа-джонс и Додо-пицца. Вот, но, тем не менее, если сравнивать, опять-таки, вот, Додошечек, Папиков и Алло-шечек, да, то я Алло-шечки бы не выбрал. Серьезно, для себя бы, вот сейчас, вот, учитывая, какой я тесто сейчас здесь попробовал, я бы Алло-шки не выбрал. Транс-пиццу, может быть, но я не очень помню. Вот, в общем, ребят, вот такой вам, вот такая вот вам информация, может быть, кому-то пригодится. Но Дима все время защищает, вот, тоже, Папа-джонс, говорит, да у них все время акции. Это да, на самом деле, у многих пиццерий там есть какие-то акции, комбы и так далее. То есть, в принципе, если там взять, да, блин, и Алло-пицца мы можем взять, наверное, комбы, где будет пицца дешевле, там, еще какой-нибудь напиток в подарок, что-нибудь такое. Вот, Папа-джонс постоянно в подарок что-то дарит. Начинается эпичное падение Алло-пицца с первого места. Да, блин, чай, я не преувеличиваю значимость нашего рейтинга. Тем не менее, очень многие ищут в интернете рейтинг доставок. Рейтинг доставок и неизменно приходят на сайт покашеварим.ру, вот, и видят Алло-пицца на первом месте. Готов ли я ставить Алло-пиццу на первом месте? Нет, я абсолютно согласен с тем, что у нас получилось. 81 балл набирает Алло-пицца за счет чего? Значит, за счет чего стало хуже? По вкусу я им ставил четверку раньше, сейчас я ставлю 3,5 за счет того, что, по моим ощущениям, тесто стало хуже. Да, в соответствии, все окей, у них сервис, у них прекрасный, сайт, перезвон, там, доброжелательный, кстати, курьеру отдельный респект, чувак, помог мне, он приехал чуть дальше, помог мне донести пиццы до машины, сложить в багажник, вообще, чувак, спасибо, я не знаю, ты подписчик мой или нет, если что, напиши в комментах, я курьер, я подписчик. Спасибо тебе большое за помощь, ты молодец. Так, поэтому по сервису все хорошо, по скорости, немножко я снял полбалла, только потому, что, как бы, они вообще обещают за 35 минут доставлять, и середина дня, и не особо много пробок, и обещали за 45, уже больше стандартного времени, привезли, в итоге за 55, это быстро все равно, это очень быстро, но как бы заявили, и вот поэтому полбалла занимается. За цену я ставлю 3,5, цены повысились, качество, судя по всему, немножечко подхромал. Ставлю 3,5, это фактически хорошо с минусом, то есть, в целом, не шокирующие цены, они приблизительно такие же, как у конкурентов, плюс-минус, вот, но, тем не менее, цены поднялись. Лайк. В нашем районе Папа Джонс делает хорошо, иногда косячит, иногда бывает, видимо, от смены зависит, от поваров, бывает, что косячит, но, блин, все равно мне почему-то там нравится пицца. Ну, в Додо тоже нравится, в Додо мне вообще все нравится, еще вот, самая лучшая компания в еде, вот, в доставке, это Додо пицца, официально заявляю, очень крутые ребята. Вот, в Алло бы не заказал, поэтому 2,5, то есть, если у вас Алло пицца прямо рядом, где-то вот там вы живете, то заказать можно. Я надеюсь, что, может быть, с тестом временный какой-то косяк, в целом, можно заказать. В общем, вот такая вот история, ребят, спасибо за просмотр, хотели переобзор, получите. Немножко есть расстройства, в целом, сильного разочарования нет, небольшое расстройство. Я надеюсь, что вы тоже не очень сильно расстроились, а насколько вы расстроились, я увижу в комментариях, потому что вы опять меня закидаете камнями за то, что я где-то немножко как-то несправедлив, может быть, это ваше мнение, а это было мое мнение, Витальки покышеварим, я надеюсь, многие с ним согласны. Спасибо за просмотр, до скорых встреч, скоро новая неделя, новое воскресенье, и мы с вами обязательно увидимся. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите свои комментарии. Пока. Слышите, ну реально анчоусы? Да нет, ну реально пахнет анчоусы. Слышите, ну обзор-то наверняка смотрели, да? Наверняка их менеджмент, Дим, как думаешь? Ну то, что он большой, вроде, там много просмотров набрал. И наверняка, если бы не было анчоусов, они бы убрали из описания анчоусы, я так думаю. Дима. Убрали. Убрали. Продолжение следует...